Сегодня хотелось бы обсудить вот какую тему, блогеры и стендап, потому что у многих какое-то нарицательное отношение к тому, что блогеры начинают заниматься стендапом, и я не особо понимаю почему. Это же, это же развитие, это же развитие человека, который был на ютубе в реальной жизни, он становится настоящим артистом, он выступает перед людьми, он пишет материал, он его репетирует. А что в этом может быть плохого? Я, ну, я думаю, что еще есть такая проблема, что многие блогеры внесли в слово стендап достаточно нарицательный характер, там, пример тот же Андрей Нефедов, который называл сходки со своими подписчиками какого-то хера, ну, не знаю, стендапом, зачем он это делал, непонятно. Нет, зачем он это делал, понятно, потому что стендап это модное словечко, и такое зарубежное модное словечко, поэтому на стендап точно пойдут, на сходку не пойдут, а вот на стендап пойдут. Хотя, практика и опыт показал, что на сходку точно так же идут, как на стендап, но, к сожалению, извратили все это дело. Вот, да и многие блогеры тоже устраивали сходки, называя их стендапами, но были и стендапы у блогеров, и люди на них ходили, то есть, я не понимаю, и стендапов, обычных стендапов, где выходил блогер, рассказывал свои шутки, их было намного больше, чем сходок, то есть, по факту. Может быть, тут связано еще с тем, что сам стендап был не показатель, ну, не хорошего качества, ну, это был не показатель, там, хорошего стендапа, то есть, ну, дорогие друзья, что вы хотели? То есть, особенно эти претензии очень глупо слышать от людей, которые знают, что такое стендап, потому что я напомню для зрителей, которые знают, что такое стендап, что Рикки Джервейс, Луис Си Кейт, Джордж Карлин, Стюарт Ли, там, Эдди Мёрфи, ну, можно перечислять, наверное, все видео, различных именитых стендаперов начинали с того, что они выступали в клубах на 10, на 5, на 20 человек и выступали достаточно плохо. Есть множество, то есть, разных передач, посвященные стендапу, где комики обсуждают этот вопрос, что их выступление было провальным и что это абсолютно нормально. Так это и есть абсолютно нормально, потому что блогеры, они такие же комики, которые начинают сейчас с нуля, они ездят по городам без какой-либо базы. До этого им нужно тренироваться, они репетируют, поэтому, да, материал у них будет сейчас не самый лучший. Хотя, стоит сказать, что то, как начинают блогеры и то, как они показывают свой стендап, выглядит намного лучше, чем настоящий стендап, скажем так, стендап в России. Я просто не знаю, знакомы ли зрители со стендапом в России. Не со стендапом стенты, а с настоящим стендапом в России, который начался лет, может, 7 назад, может, 8. Всякие открытые микрофоны, open mic'и, как их называют в Америке и как их называют даже у нас сейчас. Я не знаю, вы видели эти выступления, вы видели этих людей, которые там выступают? Это просто отвратительно. Мало того, что там материал сам по себе просто-напросто, ну, ни о чем. Там и подача плохая. И это не вина людей, которые выступают, это вина неопытности этих людей. Но блогеры показывают лучший результат, потому что до этого у них была какая-то артистичная база. Они занимались там кто-то скетчами, кто-то еще чем. То есть они качали свое актерское мастерство, они знают, как теперь писать материал. Не так хорошо знают, как это делают именитые комики, как, ну, упомянутые раньше Джекарлин делал, Сикей делает, Джервес делает. Да, никак, не так, как они, но они хотя бы начинают понимать, но комики на открытых микрофонах этого не понимают, потому что у них нету опыта. У них, главное, есть возможность. Они могут снимать видео на ютубе, и некоторые стендаперы, которые вот из этих open mic'ов, они перешли в ютуб и тренируются на ютубе, что на самом деле очень правильно. Но многие те, кто выступают на открытых микрофонах, просто как колухи, считают, нет, блогерство это значит такое-то плохое, я так не буду, я буду как Джервейс. А потом жалуются, почему на них не ходят по 200 человек, а на какого-то блогера пришло 500. Естественно, на него пришло 500 человек, потому что его, во-первых, люди знают, во-вторых, у него стендап подготовлен лучше, чем у тебя. Вот, это такой первый момент, то есть вы должны прекрасно понимать, что сейчас блогеры, мы блогеры не можем показать тот результат, который показывают американцы и британцы. Но так или иначе, сейчас век информационных технологий, все это должно развиваться быстрее. Само человечество стало жить быстрее, ритм жизни стал быстрее. Соответственно, и вникание в этот стендап-среду, она стала, должна происходить намного быстрее, то есть люди должны быстрее учиться. Поэтому, я думаю, что сейчас комики будут вырастать не за 15 лет, как это раньше было, то есть тот же Карлин, я думаю, его первое большое выступление, записанное на пленку, было, когда Карлину было 40 лет. Карлин занимается стендапом всю свою жизнь, то есть около 20 лет он тренировался, тренировался, чтобы показать свое первое выступление, записанное на пленку. И я думаю, что даже любители Джорджа Карлина, а уж тем более те, кто не особо любит Джорджа Карлина, они видели это выступление, они прекрасно понимают, что это выступление не самый лучший показатель работы Карлины. Это одно из худших его выступлений, хоть при всей любви Карлина, но нужно это признать. Сейчас, я думаю, что блогеры будут вырастать лет за 5, может, ну не то, что блогеры, а вообще, кто занят этой стендап-средой. Хотя, если у него будет что-то за спиной, будет какая-то тренировка, элементарные те же скетчи, если человек будет просто ходить на микрофон, он также будет лет 15 развиваться, лет 20, как Карлин. И ныть о том, что вот, к нему не приходит никто. Что? Этот первый момент, я надеюсь, мы, то есть, вы поняли, то есть, мы обсудили первый момент, почему сейчас у блогеров не такой материал, как у западных комиков. Хотя, не нужно объяснять это людям, которые это прекрасно понимают. Второй момент, зритель, опять же, возвращаясь к тому, что зритель не совсем понимает, что такое стендап, ходит на стендапы с целью того, чтобы попросить автограф, фоточку с блогером, это просто пиздец какой-то. Я не понимаю, друзья, вы на что, блядь, пришли? Вы пришли на концерт, на спектакль, моноспектакль, театр одного актера, называйте, как это хотите. Или вы, блядь, пришли на сходку? Нет, вы пришли на стендап, на афишек было написано, это, блядь, стендап, приходите туда. Какие нахуй фоточки? Какие, блядь, автографы? Вы чё, блядь, ёбнулись, что ли? Так это не работает дело. Есть человек, который перед вами выступает и смешит вас, по факту. Он написал сценарий, проработал это всё, и после он для вас выступает, вам это нравится или не нравится? В каких фоточках может идти речь? Зачем вам фоточка для этого нужна? Просто пиздец какой-то непонятный, забудьте об этом раз и навсегда. Я не говорю, что заниматься этим плохо, я просто говорю, что комики, блогеры, которые стали комиками и этого не делают, это, наверное, даже в каком-то смысле правильно, это не должно быть. Главная цель выступить, а не пообщаться с аудиторией. То есть пообщаться с аудиторией, есть всякие стримы, эфиры и прочее. Не понимаю логику людей в этом плане. И да, кстати говоря, важный момент, который я хочу упомянуть, которым я постоянно почему-то забываю упомянуть, но люди у меня требуют. Они спрашивают про мой стендап, который проходил в Москве 17-го числа. Почему его нету на канале? Его нету на канале, потому что у меня висит уже почти что полгода, 4 октября он снимется, страйк от правообладателя, от замечательного комика Дэнила Слоса, которого никто не знает. Не только у меня висит этот страйк, этот страйк висит ещё у МакЭллре. Я думаю, что, ну, мои зрители прекрасно знают, кто такой МакЭллре, по крайней мере, большинство из них. У нас висит страйк от Дэнила Слоса, которого никто не знал в России, которого мы перевели, блядь, озвучили специально для людей. Мы заработали на этом просто катастрофически мало просмотров. То есть мы даже не заработали денег, нельзя было монетизировать это видео. И в один момент Дэнила Слос, у него что-то сбрело в голову, точнее у его менеджера. И наши видео были забанены и, ну, удалены, и теперь висит страйк. Мы пытались дописаться и до менеджера Дэнилса Слоса, и до самого Дэнила Слоса. Я постоянно путаю его фамилию, наверное, это не важно. Но ничего в итоге не разрешилось. Ну ладно, забудем об этом. То есть мы не имеем права держать на это зла. То есть мы в каком-то смысле, ну не в каком-то смысле, мы в прямом сделали, наверное, не совсем правильно. Мы не договорились изначально с Дэнилом Слосом. Ну ладно, неважно. Но у нас теперь висит страйк на канале, который не позволяет нам заливать видео больше, длительностью более 15 минут. Стендап мой длился час в Москве, соответственно, я его залить никак не могу по частям, и заливать тоже не буду. Потому что, зная нынешних комментаторов на Ютубе, вы, блядь, придираетесь просто к абсолютно всему. Если я залью стендап по частям по 15 минут, меня обвинят в том, что, значит, Кузьма наживается на своих зрителей. То, что вот какой Кузьма плохой. Нет, чтобы сделать одно видео, он сделать 4 видео, чтобы можно было включить монетизацию. Нет, не для того, чтобы включить монетизацию, а для того, что это единственная возможность. И я знаю, что вы сейчас в комментариях найдутся люди, которые, нет, Кузьма, мы такие, мы не будем так делать и прочее. Найдутся и еще как найдутся. Поэтому их будет большинство, скорее всего. Поэтому нет, такого не будет, естественно. Снимется страйк, залью стендап, собственно. Вот, это первый момент. Второй момент, я очень боюсь заливать первый стендап. Объясню почему. Потому что просто-напросто люди судят по первому стендапу всю карьеру комика и предвещают ему, что абсолютно неправильно. То есть наше различие, ну, различие блогеров между там западными комиками, которые выступают на OpenMiC'ах в том, что никто не видит вот какой-то позор западных комиков, и они могут пытаться вникать в эту проблему. Они могут делать анализ своего выступления и прочего. У нас же нет, нам приходится выкладывать это все на обозрение, и, соответственно, получать за это шишки. И сразу человек будет получать осуждение, что комик не смешно или нет. Хотя это просто практика. Не знаю, ботфьордом это можно назвать или как-то еще, но вот примерно так обстоят дела. Захотелось записать видео по этому поводу. Потому что захотелось, и все. Потому что я блогер, потому что мы это и делаем. Что-то взбредает в голову, пух, записываем видео. В общем, с вами был Кузьма. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Такие вот дела, да. Субтитры сделал DimaTorzok